Всем привет, с вами Лев, и сегодня я покажу мод, который убирает подсказки в Майнкрафте, который, я думаю, то что уже всех просто задолбали рано или поздно. Давайте, в принципе, покажу на примере, например, добывания дерева, да, в принципе, как вы видите, я добываю, и мне в правом верхнем углу ничего не появляется, то есть не появляется никаких подсказок, и, кстати, когда будут достижения, они тоже не будут появляться вот там же, да, будут появляться только в чате, да. В принципе, допустим, давайте я сейчас покажу на примере, я сейчас сделаю верстачок, сделаю какую-нибудь кирочку, ну и, допустим, скрафчу сейчас деревянную кирку и добуду камень, появится достижение, но оно не будет появляться сверху, в правом углу, да. Окей, давайте, в принципе, мы это сделаем, и, как вы видите, оно появляется только внизу. Также этот мод добавляет несколько настроек для достижений и подсказок. В принципе, их можно сделать, например, прозрачными, там, поменять всякие расположения, можно, например, слева сделать, а не справа, чтобы они вылазили, отключить анимацию и так далее. В принципе, я все сейчас вам это и покажу. Мы находимся, если что, в папке .minecraft. Ну и, в принципе, я думаю, то, что и так все знают, как ее найти, эту папку, ну, в принципе, давайте покажу. В любом случае, вот у нас пуск, да, нажимаем на пуск, пишем %updata и %enter, и мы попадаем в папку roaming, и, в принципе, нажимаем на точку Minecraft, ну и, в принципе, она у меня здесь уже открыта, поэтому давайте мы, в принципе, нажмем дальше, а именно на config папку, и найдем файл этого мода, да. Вот так вот называется этот файл, в принципе, Toast Control Come On, и давайте сейчас зайдем через Notepad++, потому что он у меня есть. Вообще, по идее, можно зайти через обычный текстовый редактор, но я не уверен, что он будет работать так хорошо, как именно Notepad++. Ну, да ладно, в принципе, просто через него удобнее все это смотреть, делать и так далее. Ну что ж, давайте я сейчас покажу, как примерно это все можно настроить. Это, в принципе, делается вообще элементарно, но, чтобы вы понимали, да. Окей, в принципе, здесь можно все спокойно перевести, но я попробую что-нибудь вам и так объяснить, да, надеюсь, не ошибусь. Хотя я думаю то, что я не ошибусь, потому что здесь и так понятно то, что рецепты и подсказки заблокированы, то есть мы ставим Труи, если хотим, чтобы их не было, да, они, в принципе, по умолчанию и так и стоят, да. Все по умолчанию именно так и стоит. Я поставил Фолкс, потому что я хочу показать именно с включенными, да. Второе, это, получается, ванильные подсказки заблокированы, да. Я тоже поставил на нет. Дальше у нас про достижения тоже самое. Тоже я поставил на нет. Ну и, в принципе, вот, написано вся система подсказок заблокированы. Я тоже поставил на нет. Тут, в принципе, все и так понятно. Тут, в принципе, это все можно спокойно в переводчике перевести. Тут никаких, реально, проблем нету. То есть вот, вот это все, что написано, да, для этой команды, да, и здесь вы просто ставите Тру или Фоллс. Да, в принципе, проблем вообще никаких нету. Давайте сразу тогда вниз перейдем, да. Это какие-то, видите, вот здесь написано Тутойлы, да. Тутойлы подсказок или достижений и так далее. Но тут достижений не написано. Это значит подсказки, да. Тосты, это, видимо, подсказки, да. Ну, допустим, у меня тоже они стоят на нет. То есть у меня будут Тутойл, мне будут по Майнкрафту давать, как что-то скрафтить, ну да ладно. Вот, например, достаточно интересная команда на анимацию. То есть мы ставим, если Труи, то тогда у нас она будет пропадать, эта анимация. То есть, ну, анимация именно двигания вот этого. То есть она просто будет появляться и резко пропадать. Ну и, короче, тут есть всякие другие моменты. Вот, например, вот здесь вот эта система. Видимо, я так понимаю, тосты, это имеется вообще все. И достижения, и подсказки, и так далее. То есть, видимо, это все имеется в виду. Здесь стоит, чтобы оно было сверху, слева в углу, да. Вот это, например, показывает количество тиков. То есть вот здесь написано, от скольки можно до скольки. То есть от нуля до четырех тысяч. Давайте поставим, например, две тысячи. Да, я так понимаю, нет, это достаточно много. Давайте поставим, ну, я не знаю, пятьсот. Нет, давайте поставим тысячу, вот, тысячу поставим. Я думаю, это тоже долго достаточно будет. Хотя тики вроде достаточно очень быстро идут, но да ладно. Ну и давайте, в принципе, посмотрим вообще, что из этого получилось уже в самой игре. Ну что ж, давайте я сейчас покажу, как это вообще все выглядит, да. В принципе, мы сейчас возьмем, например, какие-нибудь искаженные доски. И видите, у нас теперь вот так вот это все выглядит. Он находится с левой стороны. Анимацию, кстати, получается, мы отключили. Точнее, я отключил, да. То есть я не включил наоборот. Просто она у меня была также отключена. Я, если что, пробовал, да. До записи, ну, понастроить, да. И видите, то, что, видимо, я ее сейчас наоборот отключил. Так, давайте какие-нибудь блокы возьмем, да. Например, там, не знаю, дырняк. И вы видите то, что сейчас стала картинка вот эта невидимая. То есть теперь остались только надписи и предметы. И вот как-то вот так вот, да. То есть, видите, я беру всякие блоки. Оно, видите, пишет вот таким вот образом. То есть теперь нет вот этой картинки, нету анимаций. И как бы это все можно настроить под себя. То есть можно настроить тики. То есть можно сделать, чтобы это долго отображалось. Можно сделать с анимацией. Можно убрать анимацию, в принципе. Вы видите, как это без анимации выглядит. Так, какие блоки взять можно? Может быть стекло. Вот, в принципе, как это выглядит. Как-то так, ребят. Всем спасибо, в принципе, за просмотр. Надеюсь, вам это видео понравилось. Всем, короче, спасибо. Всем пока и удачи. Пока-пока.